Раз, раз. О, прекрасно. Всем привет. Я Ирина Гущина. Пару слов обо мне. Я сейчас работаю в юридической фирме. Мы занимаемся в том числе очень плотной работой с геймдилом, сопровождаем игровые студии. До этого я три года работала в Game Insight. Это компания, которая раньше делала мобильные игры. Ну и я расскажу вам про то, что вы сами без привлечения сторонних юристов можете сделать и что для этого нужно знать. Так, кажется, у меня проблемы. А, вот так это нужно. Короткий план. Сначала мы немножко проведем юридическое образование и узнаем, какие в принципе бывают права на интеллектуальную собственность. Разберемся, как они выражаются в играх, что можно вам проверить самостоятельно и потренируемся на настоящих судебных делах. Итак, начнем с видов прав. К сожалению, они не хотят нам показываться. Вот, прекрасно. На слайде вы можете видеть четыре основных вида, про которые мы поговорим. Начнем с авторских прав. Они самые клевые в том плане, что возникают автоматически, если вы создали какой-то объект своим творческим трудом и выразили его в какой-то объективной форме. Что это значит? Что если вы просто придумали идею, она не охраняется. Но если вы нарисовали, написали код, каким-то образом ее выразили, то тогда она получает защиту автоматически с момента создания. Вам не нужно никак это регистрировать. Вам ничего не нужно делать. Просто сам факт того, что вы это сделали, уже открывает перед вами эти права. Они действуют на территории всего мира. И насчет сроков охраны тут поясню поподробнее. Они делятся на личные неимущественные права и исключительные. Личные неимущественные. Это значит, что вы называетесь автором произведения. И вот эти права, они действуют вообще бессрочно. Например, вы знаете авторов многих произведений, которые были очень давно сделаны. Например, Леонардо да Винчи, Моцарт. Их авторские личные неимущественные права действуют до сих пор. То есть они признаются авторами произведения. Исключительное право — это право использовать произведения, в том числе коммерчески. Что-то, любые действия с ним делать. И вот эти исключительные права имеют срок. Для авторских прав это вся жизнь автора и еще 70 лет после его смерти. Примеры объектов, на которые распространяются авторские права, на слайде. Так, получилось. Дальше смежные права. Они очень похожи на авторские и как бы от них зависят. Например, у песни есть автор текста и автор музыки. Иногда это один человек, это иногда два разных человека. Но также у песни есть исполнители. Это те, кто ее спел, те, кто записали ее на музыкальных инструментах. Еще иногда есть человек, который сделал фонограмму. Иногда это еще какое-то стороннее лицо. И вот у всех этих дополнительных лиц тоже возникают свои права на свой творческий вклад. Но их права называются смежные, потому что без авторских прав они бы не существовали. Поэтому из-за того, что они такие, как производные, они немножко меньше охраняются. 50 лет, а не 70. Но в остальном такие же, как авторские, возникают автоматически, действуют на территории всего мира. Для игр это релевантно для музыки и содержания баз данных. Патентные права. Здесь уже нежная регистрация для того, чтобы они возникли. Регистрация значит, что вы получаете патент. Это такой охранный документ. Он действует на определенной территории, для которой вы его получили, и в течение определенного времени. Чтобы получить патент, нужно соответствовать определенным критериям. Они строго прописаны, поэтому получить патенты не так легко. На игру целиком практически невозможно, но можно патентовать отдельные игровые механики или какие-то уникальные технические решения. За границей это очень много патентуется. Пример, который на вскидку могу назвать, это окошко, такой кружочек Mass Effect, который делится на секторы, и вы в этих секторах можете выбирать реплики, которыми ответите. Еще, например, иногда патентуются системы реагирования NPC на действия игрока. У Warner Bros. есть такой патент. В общем, это интересно, но для того, чтобы получить патент, нужно подать заявку, подождать время, убедиться, что все критерии соблюдены. В общем, не так просто, как и авторские права. И четвертый вид – права на средства индивидуализации. Самый популярный пример – это товарные знаки. Они, как и патентные права, действуют с момента регистрации, в течение определенного времени, но их можно продлевать, ограничены по территории. И в качестве товарных знаков можно регистрировать название игры или логотип, или логотип и название вместе. Некоторые персонажи регистрируются как отдельные товарные знаки. Про игры на вскидку не помню, но вот у смешариков, каждый смешарик отдельно зарегистрирован как товарный знак. И на самом деле это еще не все. Еще один интересный вид прав – это право на образ. В России это называется право на изображение. Суть в том, что у каждого-каждого есть право на свое изображение. Это может быть фото, видео или рисунок, где человек нарисован и узнается. И вот это право, оно принадлежит тому, чья внешность, собственно, используется. И без разрешения использовать нельзя. За границей также это называется право на образ. Оно у них немножко шире, потому что судебная практика, в принципе, больше. У них знаменитости очень часто про это судятся. И у них еще туда входит подпись, почерк, голос и стиль одежды. Здесь на слайде реальный пример про Селену Гомес, которая подала 10-миллионный иск к студии, которая сделала игру, где вы ходите по магазинам вместе со звездами. Там была Селена Гомес, Ким Кардашиен, еще кто-то. И вместе с ними выбираете одежду, они вам дают советы. Но, к сожалению, они не спросили Селену, хочет она или нет, чтобы ее образ там использовался. И поэтому им прилетел иск на 10 миллионов. Далее. Когда вы делаете игру, вам бы хорошо все, что я до этого перечислила, не нарушить. Что вы для этого можете сделать? Вообще, оговорюсь, на самом деле большая часть рекомендаций в чем-то основана просто на здравом смысле. Если вы смотрите на арт и понимаете, что это Дарт Вейдер, или это еще какой-то известный персонаж, то понятно, что есть риск претензий от правообладателя. Но давайте поподробнее поговорим. Сначала про арт. Если вы создаете его сами с нуля. Это прекрасно. Практически нет риска претензий, но, может быть, вы как-то неосознанно скопировали. Поэтому хорошая практика обсудить с кем-то еще. Может быть, есть какая-то схожесть с известным персонажем, который вы, может быть, даже и не знаете. Но из-за того, что он есть, есть риск нарушения на него прав. Если вы ведете работу на основании референса, вам нужно проверить, что вы достаточно переработали этот референс, и он больше не узнается очевидно, или у вас возникает просто ассоциация. На самом деле это тонкий момент, потому что четких критериев, как это определить, нет. Они немного отличаются в подходах судов в России и за рубежом. Но общая идея в том, что если среднестатистический человек посмотрит на вашу картинку и на референс, и вот если он скажет, да это же одно и то же, значит, нужно переработать побольше. Если он скажет, ну, может быть, похоже, может быть, нет, уже хорошо. Еще можно действовать немножко с другой стороны и подумать, вот вы взяли референс, переработали, и, например, условный юрист Дисней, будут ли у него аргументы какие-то, чтобы в споре их вам предъявить и сказать, что это похоже. И если вы понимаете, что вот этот юрист условный может сказать, да, ну, вот если Дарт Вейдер, например, да у него же и шлем, такой же еще что-то, но вы перерабатываете, например, отдельные элементы, тогда риски уже снижаются. Если вы покупаете что-то в интернете, то вы можете это использовать, но вам нужно проверить условия лицензии. Лицензии могут быть объемными, но основные моменты, их всего несколько, и вы можете проверить их сами. Что вам нужно? Во-первых, чтобы эта лицензия позволяла коммерческое использование, потому что, скорее всего, ваша игра будет коммерческая, будет монетизироваться, вам это нужно, и будет плохо, если какой-то один объект вам застопорит это использование. Дальше может быть такая проблема, что некоторые площадки разрешают использовать объект только на том рабочем месте или в пределах той одной компании, для которой он куплен. И это может стать сложностью, если вы привлекаете каких-то аутсорсеров, и они помогают вам с проектом. И тогда по условиям некоторых лицензий незаконно будет извне какое-то ознакомление с этим объектом, если на него для аутсорсера лицензия не покупалась. Чаще всего вот это обозначается словом seed или фразой single entity license. Вообще у нас недавно вышла статья на VC, там более подробно это написано, можете посмотреть. И еще один момент. Срок лицензии и территория лицензии. На крупных площадках обычно лицензия без ограничений, то есть бессрочная и на территории всего мира. Но могут быть какие-то исключения. Лучше это проверить на всякий случай, чтобы у вас там не оказалось, что использование объекта незаконно на какой-то одной территории. Про код. Здесь основная проблема — это омансорс лицензии. И главная проблема — это так называемые вирусные лицензии, которые подразумевают, что если вы включаете какой-то фрагмент кода с этой лицензии в свой продукт, то дальше вы весь продукт обязаны использовать на условиях вот этой вирусной лицензии. Самый популярный пример — это GPL, семейство лицензий, и у Creative Commons тоже есть такие лицензии. Это нужно обязательно проверить, и вы можете сделать это сами. Например, у GitHub есть сервис, вы просто вписываете туда название лицензии, и он вам довольно наглядно показывает, какие есть разрешения, какие есть запреты. И в зависимости от этого вы решаете, будете его использовать или нет. Но есть еще такой момент, что бывают хорошие лицензии, которые не накладывают такие ограничения. Вы можете спокойно включать этот код в свой проект, использовать дальше, но вам, скорее всего, по условиям лицензии нужно указать имя автора и на условиях какой лицензии вы это приобрели. Если вы это не напишите, то технически это тоже нарушение условий. Даже несмотря на то, что вы использовали в коммерческом проекте, это вроде разрешалось. Так что за этим тоже лучше следить. И про музыку. Здесь похожая ситуация на арт, но популярная ситуация, когда вы, например, не покупаете трек в медиатеке, а просто заходите в сообщество ВКонтакте, которое называется «Музыка без авторских прав». Но вы теперь знаете, что это неправильно, потому что личные и не имущественные авторские права, они вообще бессрочные. И радостно включаете это в свой проект. На самом деле вот этим сообществам ВКонтакте не стоит верить на 100% и лучше перепроверить, что этот трек действительно разрешен к такому вот бесплатному использованию. Есть разные сервисы, например, eProves. Вы можете туда вписать информацию про песню, название автора, и он проверяет это и выдает вам результат, разрешено использование бесплатное или нет. Ну и теперь… Получилось. Еще стоит проверить товарные знаки. В начале этого года была довольно показательная история про игру The Day Before компании MyTone. Ролик этой игры был удален со Steam и YouTube, потому что оказалось, что товарный знак The Day Before уже зарегистрирован для другого приложения. Оно, по-моему, функции календаря выполняло это приложение, но сам факт, что товарный знак для вот этого способа использования уже есть. И в итоге выход игры отложился, кажется, на полгода. В общем, печальная история. Чтобы такого не было, лучше заранее проверить. Есть бесплатные базы, на которых можно загрузить… Вы можете написать текст, если это текстовый товарный знак. Еще товарными знаками охраняются картинки. Ну, например, вот Coca-Cola, она же как изображение, тоже охраняется. И вы можете прямо загрузить туда картинку вашу и проверить, нет ли каких-то сходств. Понятно, что бесплатные базы, они совершенно полного объема информации не содержат. Но если заимствование какое-то, ну, прям очевидное, тогда вы это узнаете. Но от нас рекомендуем все-таки обращаться еще к юристам, у которых есть доступ к платным базам. Там уже совсем полная информация. Можно со стопроцентной уверенностью говорить, что заимствование есть или нет. И теперь я буду вам показывать картинки. Из реальных юридических споров вам нужно будет проголосовать, поднять руку, как вы считаете, если нарушение было или если нарушения не было. И потом я скажу, какое на самом деле решение принял в суд. Тут, с вашего позволения, буду немножко подглядывать. Первый у нас пример. Riot Games подали иск против китайского издателя NetEase и сказали, что их мобильный шутер Hyperfront справа нарушает их права на персонажей из игры Valorant слева. Посмотрите внимательно. Здесь на обоих картинках такой таинственный мужчина в фиолетовом капюшоне. Теперь поднимите руку, кто считает, что копирование есть. Иск правильно подан. Кто сзади сидит, поднимайте повыше, пожалуйста. Ага, ну так примерно половина. Кто считает, что нет заимствования, все нормально. О, как хорошо, прям 50 на 50. Правильный ответ. Суд признал, что нарушение было. И в апреле этого года вообще закрыли серверы этой игры Hyperfront. Больше она не доступна. Следующий иск — это прямо классика. В 2014 году Линдси Лохан подала иск против Rockstar Games, потому что она увидела вот этот знаменитый арт в GTA V и сказала, что это изображение нарушает ее право на образ, на неприкосновенность личной жизни. И вот этот вот знак, два пальца вверх, он популярный вообще признак Линдси Лохан, оказывается. И она очень часто его использует в жизни. Значит, как вы думаете? Поднимаем руки снова. Кто думает, что да, она все правильно иск подала, нарушение было? Кажется, вы знаете этот кейс. Кто думает, что не было? Ну, красавчики. Здесь, что очень помогло разработчикам, что у них был реальный референс, другая женщина, и они показали прямо, что вот они использовали вот эту модель, не Линдси Лохан, и в итоге выиграли спор. Мораль. Если вы делаете что-то с референса, сохраняйте референсы. Это вам может очень пригодиться в будущем. Следующее. Был спор в 2013 году. Создатели интернет-мемов нянкет и кейбордкет, вы можете их видеть слева, подали иск против Warner Brothers и сказали, что вот там у них и нянкет, и кейбордкет тоже есть. Здесь, как вы считаете, поднимите руку, кто думает, что есть заимствование. О, ну практически единогласно. Кто думает, что нет, все в порядке? Смотрите, есть такие. Иск этот они выиграли, и в результате Warner Brothers купили у них лицензию на вот этих персонажей, и дальше уже использовали лицензионно и законно. Какой здесь вывод? В результате, что даже большие студии иногда могут допускать, что это незаконное, можно защитить свои права, если вы узнаете, что это так. Следующий кейс. Значит, в игре Battlefield в третьем от Electronic Arts использовались модели вертолетов, которые были подозрительно похожи на реальные модели вертолетов. И правообладатель настоящих вертолетов подоиск. Значит, снова поднимаем руки. Кто думает, что да, очень-очень похоже, так нельзя делать? Ага. Ну так, процентов 30, наверное. Кто думает, что нет, все в порядке, не похоже? О, вас больше. Но хочу вас огорчить. Извините. Выиграли иск правообладателей… Точнее, они подписали мировое, но подписали, потому что Electronic Arts очень сильно сглупили в этой ситуации. Они до выхода игры вели переговоры с этими правообладателями вертолетов, чтобы включить эти вертолеты в игру. Переговоры ничем не закончились, но они решили, что пофигу. И выпустили игру вот так. Но правообладатель просто посмотрел, что там они есть, и пришел к ним в суд. Ну и, собственно, они поняли, что судиться бесполезно, потому что все против них, очень недобросовестно они себя повели. Чему нас учит этот спор? Потому что если вы с кем-то договариваетесь заранее, что вы хотите получить лицензию на использование, вы доводите эти переговоры до конца. И если вы поняли, что вам не дадут лицензию, то лучше не используйте то, что вам не разрешили. Дальше. Линдси Лохан в купальнике у нас уже была. Теперь рестлеры. Здесь вообще интересно. Иск подала тату-мастер, которая набила, ну и создала эскиз вот этих татуировок. Эти татуировки носит реальный рестлер. Его зовут Рэнди Ортон. И его образ используется в серии игр про рестлеров. Значит, компания сказала, что мы же используем эти татуировки для создания достоверного образа. Договор с этим Рэнди у них есть. Но вот это автор татуировок сказала, что вы должны были мое разрешение получить. Ну, значит, голосуем. Кто считает, что она права, что нужно было разрешение получать? Ага, кто думает, что нет, не права, фигня это все. Вот вы интересно думаете, но суд сказал неожиданно, что нужно было у нее лицензию получать на вот эти татуировки. И это вообще довольно печальная и странная тенденция, потому что получается теперь вне безопасности любые татуировки любого человека, потому что тату-мастер может прийти и сказать, что что это вы тут без моего разрешения их используете. С моей точки зрения немножко странный вывод, но вот как есть. Практика такая. Но они еще не догадались суд подать. Но может быть, может быть. Следующее. Известный хореограф Кайл Ханагами подал иск Квартнайт за то, что они использовали танец, который очень сильно похож на танец этого Кайла. Здесь еще такие дополнительные вводные. На хореографию распространяются авторские права. И в Америке можно даже зарегистрировать эти авторские права. У нас регистрировать можно только права на программы и на базы данных. У них на все. Вот. И в общем у него прям зарегистрированная хореография. У Фортнайта ну вот что-то очень похожее. Кто думает, что Кайл прав и что ну прям 100% тот же танец? Ага, ну много кто так думает. Кто думает, что нет, в Фортнайд все нормально, это хорошо скопировал. Так, вас не очень много. Но суд встал на вашу сторону, что лично для меня было неожиданностью. Он сказал, что такие простые танцевальные движения могут быть защищены авторским правом только в совокупности с другими элементами. В общем, какой мы делаем из этого вывод? Что если бы они взяли немножко больше из этого танца, риск был бы выше. Но здесь они взяли буквально двухсекундный отрывок и суд посчитал, что это нормально. В принципе, они сами это все придумали и нигде не заимствовали. Как по мне странно, но иногда судебные решения бывают такие неожиданные. Ну и последнее про товарный знак. Epic Games подали иск к производителю. Тут, наверное, не очень хорошо видно, но вот здесь на дужке написано Unreal. Это производитель очков дополненной реальности. И что как бы не в их пользу сыграло здесь, когда к ним подавали иск, что вот эти очки поддерживают движок Unreal. Ну и, собственно, Epic Games сказали, что нарушаются их права на товарный знак. Кто думает, что да, нарушаются права, недобросовестно этот производитель поступил? Один гордый человек. Два. Кто считает, что нет, нормально, тут они просто злодействуют? Ага. Закончилось все не судебным решением, а мировым. Условия мирового соглашения неизвестны, но эта компания, Unreal, совершенно случайно весной этого года начала регистрировать новый товарный знак, который называется Xreal. Здесь, как бы, скорее всего, они решили просто не иметь проблем с крупной компанией в лице Epic Games. И в целом этот вывод актуален для любых геймдев ситуаций, когда вы переходите дорогу к каким-то очень крупным студиям, потому что вы можете поиметь проблемы. У них очень много ресурсов на юристов, они не стесняются их использовать и вот подают иски прямо против всех, кто им кажется подозрительным. Ну и, собственно, на этом все. Главный вывод. Не пренебрегайте тем, чтобы проверить все заранее, потому что если вы сразу уточните какие-то детали по объекту, вокруг которого будете строить игру, вы можете защитить себя от претензий в будущем. И, как вы видите, многие претензии прилетают просто ни за что и потом удовлетворяются, так что лучше не рисковать. Вот. Если у вас есть вопросы, давайте обсудим. Вот я вижу, девушка первую руку подняла. Да? А вот вам микрофон дают. Здравствуйте. Я хотела бы спросить. Вот тут интересная тема была про татуировки, про танец. У меня вопрос. Это уже, скорее всего, наверное, к законодательству других стран относится, не к российскому. Есть ли авторские права на какую-то мимику лица? Ну, то есть, например, в том же ригинге используют и мимику лица каких-то актеров. Используются ли? То есть, например, не просто там какая-то улыбка, например, там взять какое-нибудь, выражение лица очень узнаваемое, потому что, ну, есть, допустим, очень даже много актеров, у которых узнаваемые жесты или там мимики лица. И вот насколько незаконно использовать такой, допустим, ригинг в своих моделях? Это хороший вопрос, на самом деле, потому что здесь тот, чью мимику вы использовали, может сказать, что вы нарушили его право на образ. Потому что вот за границей в него включаются как раз такие особенные черты, по которым можно человека узнать. Но, с другой стороны, если у вас есть какие-то другие референсы, и вы сможете доказать, что на самом деле вот к этому актеру лично это не относится, ну, или не актеру, просто какому-то человеку, тогда да. Ну, в общем, я бы не сказала, что я вижу в этом какой-то большой риск, исключая случаи, когда оно прямо 100% можно идентифицировать, это, ну, не знаю, например, Джим Керри, он известен какими-то своими рожицами, вот если вы прямо… и форма лица похожа, и вот выражение лица похоже, и вот что, смотришь и такой Джим Керри, тогда уже опасно. А если просто на какой-то модели выражение лица более-менее знаменитое, тогда, я думаю, все в порядке. Сейчас еще дополнить, хочу вот насчет сохранения референсов, а если вот ты, например, взял, допустим, даже если танец или там образ, похожий, как выяснилось, похожий на какого-то актера, или вот как мы ранее упоминали, ГТА, вот эту вот девушку, а если просто потом уже, так сказать, когда тебе пришел иск, просто быстренько взять и найти похожего человека, сказать, что это твой референс, как бы так делать можно? Ну, если успеть, то да, можно. Но в любом случае, на самом деле, не всегда так получается, что вам хоба и иск пришел. Обычно сначала пишут претензию просто и говорят, мы видим здесь у вас нарушение, сделайте с этим что-нибудь. И в принципе, вот уже на этом этапе вы можете договориться и, например, ну, если чувствуете опасность для себя, юридическую, то просто удалите из игры вот этот элемент, который смущает правообладателя. Можете сказать, что нет, у нас были референсы, ну, там, быстренько поискать эти референсы, но здесь тоже все зависит от того, насколько убедительно вы сможете доказать, что основывались вот не на том, кто иск предъявил, а на референсе. Спасибо. Пожалуйста. Тут вот еще женщина руку поднимает, девушка, извините. Так. А потом я вернусь сюда, да. я вижу тоже. Я могу помочь с передачей. Возник вопрос по иконкам. Когда Уэнсдэй вышла как сериал, стало очень много видеть и иконок, и там клипов всяких, сделанных с этим персонажем. Это как-то нарушает право там на этот персонаж, вообще показывать эти иконки, делать похожими своих персонажей, добавлять одежду, которая позволяет одеть. Это нарушает или нет? Ну, вообще, да. На самом деле это очень популярный вид вопроса, когда говорят, ну вот другие это делают и показывают очень много нарушений. Но то, что их пока никто к ответственности не привлек, не значит, что они все правильно делают, просто пока до них не добрались. Или, ну, на самом деле некоторые правовладатели хорошо к этому относятся, потому что это дополнительный пиар за счет сторонних средств, не их. Здесь, ну вот с Вэнсдэй, например, если вы нарисуете просто какую-то готическую девушку, понятно, что эстетика берется там, например, из Вэнсдэй, но какой-то оригинальный персонаж, тогда, я думаю, нормально. Если это прямо, ну, опять-таки, откровенно Дженна Ортега, то тогда, да, рисково. Так, давайте теперь вернем. Вот там был молодой человек в зеленой футболке, а потом вот перед ним молодой человек в очках. Я старалась запоминать, кто в каком порядке руку поднимал. Вообще у меня такой вопрос по моддингу. То есть, например, я захочу какой-нибудь The Elder Scrolls, например, добавить модель персонажа из какого-нибудь фильма, игры и прочего такое. Могут ли на меня, кстати, подать в суд за использование вот этого авторского права? То есть моддинги же обычно всегда модельки прям полностью копируются. Могут ли так сделать или нет? Да, значит, вообще, по-моему, недавно был какой-то спор по Counter-Strike, и там какая-то карта повторяла другую известную карту. К сожалению, не помню подробностей, но если, опять-таки, очевидно копирование, тогда, да, есть риск претензий. Если это персонаж, если это карта, без разницы. Если проводатель нашел и решил на вас в суд подать, то он может это сделать. Понял. Спасибо за ответ. Вот еще один момент. Вы должны получать лицензию на любое использование, даже бесплатное. То есть вот тот же open-source код, вы его используете бесплатно, но open-source — это же лицензия, и вы все равно используете на условиях какой-то лицензии, там вот пишете, кто автор, какая атрибуция, какие условия лицензии. То есть это все равно юридически оформляется, и вы получаете как бы разрешение от правообладателя, пусть даже и не напрямую. Вот то, что он выложил на GitHub, это уже его разрешение. И со всеми остальными объектами также, если вам правообладатель не разрешил использовать, неважно коммерчески или некоммерчески, значит, вам надо получить это разрешение, ну или сделать так, чтобы это попадало под случай свободного использования, но это отдельная большая тема. Тут тоже нужно постараться, чтобы они признали, что это все законно было. Так, теперь вот молодой человек в очках. А где сейчас микрофон? Вот перед вами. Меня зовут Юрий. Я, кстати, тоже из Game Insight. У меня такой вопрос. Я делаю игру в фэнтезийно-мультяшном сеттинге, и у меня есть такой персонаж, деревенский дурачок, максимально такой безбашенный. И вот эти персонажи, они приходят с просьбами. И, допустим, у него есть такая просьба, он молнию хочет поймать. Кого? Молнию. А, поняла, поняла. Да. Но если он не поет, это при этом. Нет, он такой, типа там, привет, ведьма, слушай, я тут молнию хочу поймать, можешь мне помочь? Вот это хороший пример, когда возникает ассоциация, но не возникает прямого копирования. Потому что если бы он возникал и пел молнию, тогда уже да, как бы подозрения есть прямые. Но если это просто такая как бы ассоциация, да, отсылка, но как бы вы, сейчас сформулирую поточнее, если это просто намек на что-то, тогда все прекрасно. То есть вот то, что вы описали, это прямо замечательно, потому что нет прямого копирования. А если как-то усложнять это и потом там, ну не знаю, музыка на фоне включается или еще что-то, тогда уже да, может быть и риск претензий. Ага, все понял. Теперь давайте вот девушке наискосок за вами, а потом вот туда дальше другой девушке. Добрый день, я зовут Алина, Академ Дримс. Мы делаем мобильную игру про Академ Городок. Про который здесь, да? Да. Прикольно. Новосибирский Академ Городок. Да, вопрос на самом деле такой. Используются локации исторических местностей, памятники, архитектурные сооружения, новый корпус НГУ, старый корпус НГУ, витражи и так далее. Ага. Что нам делать? Закрыть все и бросить этот проект? Это хороший вопрос. На самом деле, смотрите, есть в гражданском кодексе прямо отдельная норма про то, что здания архитектуры и скульптуры, которые находятся в местах открытых для свободного посещения, можно свободно использовать. Это очень хорошо, но есть один момент. Вам нужно проверить, нет ли отдельных регулирований. Ну, в принципе, это легко можно найти. Расскажу пример просто про московский Кремль. Вот почему-то именно московский Кремль использовать нельзя, ну, точнее, не почему-то, а потому что есть на уровне Москвы локальный акт, который признает Кремль, я не помню точно, но это как-то связано с объектами культурного наследия. И вот чтобы именно его, вот этот важный объект, использовать, тогда разрешение нужно. Но вообще общая норма, что если какое-то архитектурное здание или памятник, расположенный в месте, где можно свободно на него посмотреть, тогда, да, вы можете спокойно включать в игру. Свободно посмотреть одно, но свободно зайти внутрь университета любой человек не может. Может только студент либо работник. Мы в игре можем. Ага. Здесь, я думаю, все равно все в порядке, потому что это не режимный объект. Ну, то есть, если бы вы военную базу делали, настоящую военную базу, тогда, да, тут надо было бы подумать предварительно. Но здесь я так на вскидку думаю, что да, можно. Ну, все равно в любом случае покопаться в этом вопросе, покопаться в этом вопросе, разобраться подробнее. Да, вы можете просто посмотреть. Это называется свободное использование архитектурных произведений. Вот, да, да. Вы об этом говорили сегодня. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так, вот девушка тянет руку. Да. Извините, извините, перебью. Сколько у нас времени еще на вопросы есть, чтобы я… А, ну, прекрасно. Да, продолжайте. У меня вопрос по поводу стиля. Есть ли какие-то авторские права на какой-то определенный стиль художественный, например? То есть, допустим, ты хочешь какой-то там арт нарисовать в стиле известного какого-нибудь художника, и ты там, например, в какой-нибудь нейросети говоришь, что вот мне нужно какой-то объект, который этот художник никогда не рисовал, но в его стилистике. Он может подать какие-то судебные риски? Ага. Тоже хороший вопрос. Насколько я знаю, некоторое время назад в Америке был спор, когда художница подавала иск к создателям нейросети, но я, к сожалению, не помню какой, которая позволяет рисовать арт. И как раз суть претензии была в том, что они используют ее уникальный стиль, который очень легко узнается. Но, по-моему, суд тогда сказал ей нет, потому что она не смогла убедительно доказать, что это вот именно ее какие-то отличительные черты, и что никто больше в мире никогда так не делал. Я думаю, если вы вот такое что-то сделаете, это все в порядке, но нужно на всякий случай посмотреть, нет ли сходства с какими-то настоящими картинами вот этого художника, которого вы копируете, потому что может получиться продукт, который будет очень сильно основан на каком-то его рисунке, тогда, да, у него уже будет гораздо больше оснований заявлять, что вы незаконно переработали вот этот его конкретный рисунок и нарушили его права. Так, есть ли еще вопросы? Да, да, да. У меня такой вопрос. У меня всегда… Извините, я вас не вижу. Я вот, ну я стою. Все, спасибо. Вот, меня всегда волновало… Знаете, во многих фильмах, играх, аниме, то есть часто любят какие-то известные бренды коверкать. То есть, например, игра Escape from Tarkov, там как бы есть торговый центр, и там все магазины это просто исковерканные на настоящие. Там Икея, идея, там Папа Джонс, там Папка Джеймс, или что-то такое. То есть там в любом аниме, там поисковик Google, это именно Google просто исковерканный, там, то есть там гла-гла, какой-нибудь, я не знаю. Да, да. Вот. То есть неужели это безопасный ход? То есть неужели так можно? Смотрите, здесь, ну, я бы объясняла это как пародию. Пародия – это когда вы видоизменяете что-то известное, например, товарный знак или какую-то знаменитость. Или какой-то продукт, может быть, тоже. И создаете комический эффект при этом. И, ну, вот на самом деле комический эффект – это тоже такая очень обтекаемая фраза. И, ну, в России суды какие-то очень серьезные очень часто этого комического эффекта не видят. Например, кстати, вот недавно был спор. в Москве есть бар Тебурасика. Он использует образ Чебурашки, но этот Чебурашка такой престарелый японец. У него лысина на голове между ушами, и он там, значит, пьет в этом баре и везде нарисован. Студия, как там, Союзмультфильм, да, правовладатели, подали в суд и выиграли, потому что они сказали, что это недостаточно шутка, и вообще это очерняет цветовый образ Чебурашки. То есть здесь, в принципе, логика похожая. Если просто незначительное заимствование для того, чтобы создать, например, антураж или как-то юмористически обыграть, тогда, да, нормально, можно использовать. Ну и получается здесь вот в ваших примерах тоже все в порядке. Здравствуйте. Я здесь нахожусь. Ага, вижу. Большое спасибо вам за лекцию. Очень было интересно. И вопрос, продолжающий, про, вот, говоря песню «Дурак и молния», а вообще как действовать с отсылками, чтобы за это тебе не прилетело никак в правах. Ну, на самом деле, это очень большая, довольно сложная тема. Прямо вот в двух словах расскажу. Что вы можете делать отсылки, ну, и это действительно можно делать, потому что иногда проиллюстрировать что-то или еще как-то просто необходимо. но вам нужно, чтобы вот эта отсылка не превышала необходимый вам объем. То есть, например, если вы делаете, не знаю, что чебурашка у вас появляется в игре, если вокруг чебурашки строится сюжет, это плохо. Если он появляется на 5 секунд и там это как-то обусловлено сюжетом, тогда это все в порядке. Вы, так, допустимых объемах, немножко, и для своих целей его использовали. Но здесь очень много нюансов, поэтому общая рекомендация, наверное, не злоупотреблять и обуславливать это все контекстом. У меня еще вопрос появился. Также персонаж в игре это кот. Его зовут Бобби. Ну, мы его Бобби котик называем. Да, он монетками торгует. И не может это являться нарушением авторского права на образ, наверное, на имя, как-то так. А вот про Бобби я не знаю, почему это отсылка. Бобби котик — это глава Activision Blizzard. Ну, сходство, в общем. Ну, вот тут на самом деле самое опасное, что это связано с большой студией. Ну, смотрите, все дело в том, что котик, он как бы пишется как котик, и оно не имеет отношения к котам. А у нас как Бобби, запятая Кэт. Ну, понятно, да. Ну, опять-таки, если вы делаете вот его использование эпизодически в небольшом объеме, тогда риски небольшие. В принципе, он может здесь увидеть какие-то риски, например, для своей репутации, что вы над ним смеетесь, да, выставляете в каком-то невыгодном свете. То есть, я бы не сказала, что риски нулевые, но нужно смотреть от ситуации там, ну, например, насколько милым вы его нарисовали. Если это злодейский кот, тогда как одно. Если милый, другое. Но в любом случае он может в самом факте изображения себя котом тоже увидеть какую-то угрозу. Так что здесь, ну, как подумаете, готовы ли вы нести этот риск возможных претензий. Понял. Так, ну и давайте последний вопрос. А если вопросов нет, тогда у нас секретный аннаунсмент. Пачка чипсов за самый лучший ответ. Вопрос точнее. Давайте даже две пачки чипсов. Мне очень интересен был вопрос про стиль художника от девушки. И перед этим был вопрос про архитектурные сооружения. Вот от вас. Вы ко мне подойдите сейчас у нас. Спасибо всем большое.